Возможно, следующий на очереди за Рубцовском Барнаул. Специалисты СГК и мэрии уже все просчитали и подготовили пакет документов, после согласования которого на региональном и федеральном уровнях Краевая столица также сможет стать ценовой зоной теплоснабжения. Это позволит привлекать инвесторов, ведь тепловым комплексом, считают специалисты, должен заниматься бизнес, а не мупы, как раньше. Масштабные планы воплощать начнут уже в 2019 году. Мы уже с этого года, не дожидаясь постановления, будем проводить довольно масштабные работы по замене тепловых сетей в городе Барнауле. Подробнее о масштабности. Если в уходящем году капитально отремонтировали 3 километра тепловых сетей и еще 11 заменили в ходе текущего ремонта, то в следующем раскопать планируют чуть ли не весь Барнаул – 40 километров. И деньги под это закладывают немалые, почти 2 миллиарда рублей. Приоритет сетям, на которых аварии происходят часто – ВРЗ, поток Ленина-Каленина. Специалисты говорят, несмотря на масштабность ремонтных работ, горячую воду на длительный срок отключать не будут. За две недели переложить такой огромный объем сетей, наверное, будет невозможно. Но будем делать все, чтобы какие-то дополнительные отключения коснулись только небольших групп жилых домов. Перемены ждут и Наукоград. Сейчас рассматриваются различные варианты модернизации системы теплоснабжения Бийска. Она совсем другая, чем в Барнауле. Второй по величине город-крае помимо ТЭЦ отапливают 32 котельные. Там, вероятно, будет предложена модернизация по следующему принципу. Замещение котельных котельными, и, вероятно, это левый берег, правый, точнее, берег в основном. А и другая часть работ будет заключаться, наше предложение, по крайней мере, это перевод на газ, порядка 50% этих малых котельных, автоматизация их. Перемены в крупных городах края стали возможными благодаря тому, что руководство СГК и муниципалитетов края смотрят в одну сторону, и задачи им приходится решать одни, во благо жителей. Это в рамках пресс-конференции подчеркнули особенно. Так что все перемены будущего года – лишь начало долгой и плодотворной работы. Татьяна Голубева, Николай Шелко. Наши новости. Субтитры создавал DimaTorzok